Приветствую вас еще раз, и внимательно я прочитал все, что вы писали. Конечно, проблема ваша представляется достаточно неоднородной. Условно, ее можно разделить на несколько элементов, на несколько создавляющих, которые сами по себе от жерсти самостоятельны, от жерсти, ну, довольно взаимосвязаны, как и все, что касается личности. Значит, какие это элементы? Первое, это, конечно же, ваши отношения с родителями. То есть, детско-родительские отношения, которые у вас явно складывались не в лучшую сторону, не в сторону какой-то положительной динамики, а потому что, ну, когда родители говорят, что у его ребенка будет трудный характер и тяжело будет в жизни, это не очень-то свидетельствует о хорошем отношении между родителем и ребенком. И поскольку вы детско-родительские отношения затронули чуть-чуть совсем, то я могу сказать только то, что вот что-то вам мама заложила, и вы это что-то сохранили. Например, вот стереотип, что у вас трудный характер, что вам будет сложно жить в мире в этом, и неудачи вы теперь воспринимаете как результат, как следствие того, что говорила ваша мама. Но при этом, вы забываете, вы упускаете из вида тот факт, что ваша мама тоже, как бы, находясь в определенных обстоятельствах, в определенных настроениях, в определенных ситуациях, да, она тоже имела какие-то основания это говорить. И если она говорила, что у вас трудный характер, значит, она сама была не очень-то довольна вам, значит, что вы ей себя как бы противопоставляли. Она была недовольна тем, что вы себя ей противопоставляете, что вы проявляете себя. Родители зачастую именно так себя ведут, когда им не нравится, что дети ведут себя по-своему. И проблема в том, что, тут, конечно, нужно подробнее разбирать немного, но, тем не менее, по-другому. Проблема в том, что, что бы мама ни сказала, это ее субъективность приятная. Оно никак не влияет на лично вас. Но вот то мнение о себе, которое она в вас заложила, оно, безусловно, на вас влияет. И, может быть, может быть, ваша любовь к работе с детьми, может быть, именно как раз работа детьми восполняет тот самый пробел в достаточно чувственных связях между вами и вашей мамой. Это то, что касается, собственно говоря, детско-родительских отношений. Далее, проблема касается детей. То есть, вы, как я понял, любите своих детей достаточно сильно, но при этом довольно многим ради них жертвовать. То есть, вот для вас, любовь к детям, есть жертвенность. Знаете, вот это, наверное, в корне неправильно. Потому что вы считаете, вы думаете, что, как бы, делаете им хорошо тем, что, собственно, одиних жертвуете собой. На самом деле, вряд ли на них хорошо влияет тот факт, что их мама несчастлива, что их мама постоянно не удовлетворена. Вряд ли на них это влияет достаточно положительным образом. И, соответственно, если вы желаете своим детям добра, вы желаете своим детям, чтобы они были счастливы, то вам, в первую очередь, нужно быть счастливым. И, если вы думаете, что сделаете их счастливыми, терпя мужа, то здесь вы ошибаетесь. Потому что напряженная обстановка между вами только нише детям вредит. Это аксиома. Далее. Вы живете для мужа. То есть, по факту, по факту, вы со мной, может быть, с этим и не согласитесь, но, тем не менее. По факту, вы занимаетесь уборкой, хозяйством, вы выполняете прочие обязанности и прочее. Но, по факту, вас это тоже тяготит. Потому что смотрим у вас зрение, смотрим у вас непонимание. И вы не написали, с какого момента это началось. Но, думаю, что, как и любая другая конфликтная ситуация, она берет начало от какого-то определенного момента, в результате которого начались недопонимания между вами и супругой. И, собственно говоря, никто из вас не желал уступать. То есть, понятно, что мужчина, он как бы лев, он пыльчивый. А вы, вы говорите, что вам, он вас не понимает. И вы не видите никакого способа до него донести какие-то свои желания. Но проблема в том, что свои желания логично доносить изначально, на начальных этапах отношений. И если вы этого не делали раньше, или делали оно недостаточно, или вообще не высказывали, мирились с нереализованными желаниями, то, естественно, ниоткуда взяться прислушиванию мужчины к вашим желаниям сейчас. То есть, тут момент такой, вот подумайте, с какой точки отсчета, с какого обстоятельства отношения между вами начали портиться. Вот вы сказали, что раньше, допустим, вы ругались, но ругались не сильно, сейчас ссоры стали сильнее. После чего? После чего это произошло? То есть, вот конкретный момент, его нужно проработать и об эмоциональном и психическом восприятии вот этих моментов, так сказать, переломных. Главное, нам надо поговорить кратко с вашими. Как бы это обсудить? Считайте это как точку отсчета ваших теперечких проблем. Представьте себе, что у вас появилась новая сия, вы стали жить с мужчиной и все вас какое-то время устраивало. А потом вы начали испытывать, допустим, нововлетворенность, и в результате чего стали больше углубляться в работу, там как-то еще может быть закрываться вы начали, и отношения стали портиться. Представим себе вот такую ситуацию, как наиболее сложную для решения. И поймем, что выходом из нее является собственно обретение вам этого самого счастья, то есть удовлетворенности от своей жизни. И здесь необходимо назвать главную проблему, по которой вы не испытываете удовлетворенности от жизни. Эта проблема заключается в том, что вы, занимая роль как профессионала, как педагога, да, учителя, как матери для своих детей, как супруги для мужа, вы не выполняете роль чисто свою, то есть роль личностного. Вы выполняете роли социальные, то есть как социальный индивид. Вы супруга, вы мать, вы учитель, но личностного, лично вашего, чего-то индивидуального, принадлежащего только вам, у вас нет. И вот в этом основная проблема – отсутствие вашего личного проявления в реальном мире. Собственно говоря, к этому добавляется работа, которая, как я понял, у вас каждый день. И отсутствие стабильного круга общения. Вот, собственно говоря, начать нужно с того, чтобы определить, к чему у вас есть склонности, чем вы хотели вообще заниматься в свободное время. Для этого нужно сделать примерно следующее. Дело в том, что вы можете вполне спокойно, испытывая удовлетворенность, вы при этом можете совершенно спокойно не знать, от чего вы хотите. То есть не понимать, вот чего-то хочется, а от чего – непонятно. И почему это происходит? Потому что вы никак не бываете наедине с собой. У вас нет возможности для уединения, для того чтобы привести свои мысли в порядок. Нет возможности побыть, как бы сказать, сами с собой. И нет возможности, соответственно, вести внутренний диалог с собой. Из-за этого вы и не понимаете, чего вы хотите. Потому что вас тянут в разные стороны. Дети в одну, мужчину в другую, работа в третью и так далее. А на себя как-то и время достается. И это означает, что первое, что нужно сделать – это найти время, где бы вы принадлежали только сами себе. Пусть это будет бассейн. Пусть это будет фитнес. Пусть это будет что-то еще. Место, где вы могли бы побыть наедине с собой. И вот, оказавшись наедине с собой, вы бы как раз и смогли постепенно понять, от чего же вам лично для себя тянут. Далее необходимо вспомнить, какие у вас интересы, что вас увлекает, что вам нравится. Начинать нужно с простого. Какая сфера, какой у вас склад ума, что у вас лучше всего получалось и так далее. И вот в эту сторону, в этом направлении двигаться. Дальше, вы сказали о том, что неуверенность… Вот неуверенность в себе как таковая – это означает сомнение. Вы сомневаетесь в том, что вы достойны, что вы привлекательны, что вы востребованы, что вы нужны. И для этого необходимо, опять-таки… Бывать в общественных ситуациях. Для этого необходимо, опять-таки, принадлежать самой себе и какое-то время пребывать наедине с собой. Чтобы вы выступали не как носитель роли, а как личность. Как самобытная ценность. Как индивидуальность. Это возможно листок. В том случае, если вы не будете принадлежать к роли. Для этого, собственно, я и упомяну бассейн. Фитнес может быть еще какое-нибудь общественное место. Но там вам обязательно нужно бывать просто потому, что в противном случае вы не сможете как-то изменить свой фон и изменить свой ход мыслей. Далее. Далее, вот о чем нужно поговорить. Когда ваши интересы будут оформлены, вы начнете их реализовывать. Соответственно, при начале реализации интересов и после, у вас появятся люди, которые будут с вами разделять эти интересы. Ну, знаете как? Глубный интерес. Так у вас появится новый круг общения. И вам необходимо понимать, что просто так что-то из ничего не бывает. У всего есть основа. И основой ваших новых контактов служит ваши интересы. То есть, видите, двух сайтов одним выстрелом мы убиваем. Если начинаем делать то, что вам нравится, что вам интересно, делять этому хотя бы, ну, хотя бы один день в неделю. Хотя бы какую-то часть дня в неделю. Уверен, это все можно сделать. И ваша неуверенность в себе, она нуждается в том, чтобы вы ставили перед собой определенные личностные, то есть, принадлежащие только вам и только вас волнующие цели, разбивали их на задачи и выполняли бы их. И только так вы сможете эту неуверенность в себе побороть. Далее. Далее, о чем хочется сказать несколько отдельных. Это в том, что касается квартир. Дело в том, что хоть мужчина и говорит вам, что квартиры вам не видать и прочее, но по закону, часть, половина, даже больше половины имущества, совместно нажито в период брака, принадлежит вам. И поэтому, вне зависимости от того, на чьи деньги имущество было приобретено, вы имеете право как минимум на половину. То с этого у вас никто не отнимет. И в случае развода, вы получите в обязательном порядке вот эту вот лавину. Я полагаю, что и у вас, и у вашего мужа есть определенные претензии друг к другу. И если у вас не получится решить проблему взаимоотношений с ним тем способом, который я назвал, то тогда очень важно действовать в нескольких направлениях. Это, первое, показаться ему, что вот вы не принадлежите только ему. То есть, дать ему понять, что он может вас потерять. Чтобы он не наглялся, чтобы он действительно боялся под мужчиной. Ведет себя так, как он ведет, именно потому, что он расслабился и не боится, что от него уйдется. Как только он ощутит, что вы можете действительно уйти, вы можете действительно получить то, что муж вам не дает у другого мужчины. Вот тут он и проявит свое истинное к вам отношение. И это истинное отношение, оно поможет вам лучше понять, а вообще есть ли будущее у вас этих человек. И если есть, то как его лучше встраивать, а если нет, то и время тратить на него, плюс свои нервы вы не будете. То есть, очень важно сделать так, чтобы мужчина перестал быть уверенным, что вы вот только его и никуда от него не денетесь. Мужчине нельзя расслабляться. Дальше. Дальше у нас возникает небольшое противоречие, согласно которому вы до сих пор не бросили своего первого мужа. То есть, отношения между вами не закончены, вы есть с него дерзкие обиды, а значит живет в прошлом. Отношения с первым, спину с бывшим мужем нужно отпустить. Как? Через понимание причин его поведения. Через жалость к нему, через осознание того, что мужчина просто не оценил вас в должной степени, в должной мере. Не понял, кто с ним. И точно мужчина сам по себе является слабым, не устояв перед изменой. Это означает, что мужчина не уважает ни себя, потому что он позволил себе изменить. Не вас, потому что он позволил себе вам изменить. Если человек себя не уважает, то это не ваша проблема. И все, что вам нужно, это понять, что у человека оказался жертвой своих впечатлений и просто слабой личностью. И вам желательно изменить с ним отношения. То есть, обидаться можно только на того, кого мы считаем равным. Если вы начнете его жалеть, то вы перестанете считать его равным. И вот так постепенно можно и нужно отпускать с ним отношения и все-таки оставлять его в прошлом. А помнить только те хорошие моменты, которые у вас были. Например, вот ребенок. Он подарил вам ребенка, и это можно будет принимать как счастье. В принципе, и на этом, думаю, все. Пока что достаточно. Много получился информации. Надеюсь, она вам будет полезна.